Царь Возьми дитя, возьми меня. Ты мне не нужна, только твое дитя. Дай ему хотя бы три дня жизни. Даже три минутки не дам. Дай ему хотя бы два дня жизни. Даже две минутки не дам. Дай ему хотя бы один день жизни. Даже одну минуточку не дам. И более со мной не разговаривай. Ах, увы, ах, увы, користи печали. Ах, увы... Ну-ка, скачи, скачи! Ах, увы! Ну-ка, скачи! Вон, 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 вон! О-о-о! О-о-о-о! Ну-ка, скачи! Ребят, пойдемте-ка и давать, а? Каляда, ходит по дорожке, каляда, приносите ложки, каляда, у бакула господа, каляда, у девятого столба, каляда, вон на кухне пироги, каляда, принесите рисунок, каляда. Весьма, какие у тебя тревушки. Три бочери, блядь. Анфилософ. Ну что ж вы, Анфилософ, от рук отбиваетесь? А если вы не рассердитесь, пан Философ, я вам больше скажу. Жениться вам надо. Чего? Мне жениться? Поменять казацкую волю на всю эту трепетень? А не женюсь я? Хоть и не жениться, и не жениться, и не жениться. Ха-ха-ха-ха. Ах, ну что у вас есть-то? Одни запахи только не есть. И то, видно, что панские. Хведь, Хведька, ну ты ведь шо? Хведь, ну не уходи, пожалуй, ты попусть с человеком. А что жениться? Ай, женюсь, пожалуйста. Что, Хведька, хорош с меня жених? А кто говорит, что плохо? Мужчина, вы видите, это каждый скажет. Три места тут хорошие. Сады богатые. Фруктов можно продавать в город. Или же выкурить из них водку А, пангелосов, водку же выкурить можно Хотя нет, даже не думайте про водку От водки мужчина совсем дурной становится И в науку ударяется А у дитя у него не болит голова Вы же вон какой сильный мужчина А детишки Их же родители Им же тоже пожить хочется На солнышко поглядеть Воздухом подышать им же хочется А то ведь они еще нерожденные-то и ждут Когда их в мир православный пустят А что ж А пускай и мои детишки напрыгают А то ж я ведь сирота О, нас учатся и букварем вашу ломать Не пора ли нам жениться Книги в печку бросать Да и на черта эта наука нам нужна Эх, заживем мы с тобой весь ушат И не хуже других Ах, хлебят! Ну, племя, это ты. Ну, заходи же скорее. Ну, ну, знаешь. У меня уже все готово. Ну, хвастаешь. Ну, хвастаешь скорее. Чего наблюдавала? И все. Да. Ах, половница. Хорошо. Ну, что-то, конечно. Покажу. Покажу. Ой. Ой, левяжка. О, господи. Еще? Давай, вниз! Зажигай, давай, свечи! Давайте, пасечка! Тебе тоже нужно! Ой, Господи! Господь народился в богатой хате, Иисус Ему имя, А Мария Матерь! С праздничком! Запей, запей! Ой, хвесь! А мне так чудо хочется хвесь! Ангелы летают, младенца прославляют. Тут ангелы летают, младенца прославляют. Тут ангелы летают, младенца прославляют. Нет, хвесь! Нет больше чудес на свете! Раньше такие чудеса были! А сейчас и нет чудес! Да ведь каждая баба увидела! И у каждой бабы есть хвостик! И у меня есть хвостик! И у тебя есть хвостик! А вот их хвостик! Ах ты их преть! Ой хвостик! И у тебя есть хвостик! У тебя есть хвостик! Сядь! Может, ну, подожди что ты! Ах! Ну, кто вы меня совсем? Сядь! Хвостик! Не веришь, значит, да? Так, но в наседнем хуторе жил сотник с дочерью. Да, ты решил сотник взять молодую жену к тебе в дом? Красива была молодая жена. Но как только она взглянула на свои пачели, и туда аж скрипнула ее, увидевшись. А когда настала ночь, то снилась пачелица в своей светлице. И вдруг видит, страшная черная кошка крадется к ней, шерсть на нем горит, и железные гогти стучат по полу. Тогда пачелица схватила отцовскую ставит и прятушки по лапе. И только через три дня вышла мачеха из твоей светлицы с перевязанной рукой. Вот так, ребята, почти поняла, что мачеха ее пьяна. А ты говоришь, нет чудес на свете. Вот оно чудо. Все вам увидим. Витя, а ты сама-то бегу видела? Видела. Жила на нашем хуторе, паночка. Так вот, как-то раз приходит она на конюшню к нашему пустуху Микитре, где он коня чистил, и говорит, дай-ка я, Микитка, на тебя свою белую ножку положу. А он и дурил. Говорит, не только ножку, а и сама останьтесь. И как-то видала ее ноги и белые ножки. Так-то, говорят, чарой ошеломила его. И пошел скакать, Микитка. Где бы он не помнил, а вот только вернулся домой еле живой. И с той поры и сохл наш Микитка. Пришли к нему на конюшню. А от Микитки осталась только гора пепла да пустое ведро. Сгорел наш Микитка. Сам собой сгорел. А я тоже слышала про вашу баночку. Я про нее парни с вашей баночкой рассказала. Она, говорят, такая красивая была, да? Да. Редкая красота была у нашей баночки. И рассказали они мне еще про Шепчиху. Однажды ночью Шепчиха ложилась спать. А рядом с ней годовалый дитя в люльке спало. Уж не знаю, мужского или женского пола. Спит Шепчиха. Вдруг слышал. За дверью в воду скребется, кто и не болит. А Шепчиха, баба, глупая, баба. Думает. Да это, наверное, собака. Дай-ка я этой собаке кочеркой понусу дам. Дверь отворила. Там ваша баночка. Только не такая, как в жизни. Вся сила. И глаза горят огнем. И бросилась баночка в ноги Шепчихи. Прям к годовалому дитю. Схватила его, давая из него кровь пить. А как она пивась, догнала Шепчиху на чердаке и закусала бедную бабу до спорта. Так вот, какая у нас была баночка. Спасибо. 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 Так, я тебе... Красивая? Да. Не от Бога такая красота. Хочешь быть такой, как я? Идите сюда! Идите ко мне! Ко мне! Идите сюда! Понравилось? Да. Ну тогда помогай мне, убирайся с тобой. Давай. Можешь? Это ты, Хвеся? Да. Я Хвеся. Здорово, Петька! Есть новости. Такого утра у него новости. Он спал, проснулся и успел где-то новости словить. Веська, нынешней ночью, из партика у хлеба сбежали две слили. Так и сбежали. Они что, тебе проститься заходили, а? А? Нет, это не сказал. Входим Петрус, а его поступили Бога. Хочешь помочь? Давай. На, вставай. На, вставай. Ух! 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 Так. Идите. Так, сейчас, держи. Давай, давай, давай. Здорово, ребята. Есть новость. Ты бы еще до обеда поспал со своей новостью. Знаем мы ее. Не знаю, откуда вы знаете, но мне это сказал. Сквозник Петрусь, что две самые толстые свиньи вернулись домой, как ни в чем не бывало. И у них оказались накушаны горлом. Ух, ух, хлопцы, хлопцы, панночка померла. Панночка померла. Панночка померла. Панночка померла. Безинки, гадать пора. Гадать. Давай, ступи. Откуда? Квей. Квей. Ставь сюда. Зеркало, неси зеркало. Какой-то, неси зеркало. Так, смотри в зеркало и увидишь своего жениха. Не забыли. Все уже наряжено, риском не наряжено. Все уже наряжено, риском не наряжено. Все уже наряжено, риском не наряжено. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Её просило, чтобы три ночи пан философ Хома Брут читал по ним литвы. Свет! 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 Баночка пумела. Баночка пумела. Как пойду я на быструю реченьку, сяду я, да на трусы не режу. Реченька пумела. Пумела. Остальное имя литвы. Реченька пумела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Верую! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...